Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 47-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня не один, а целых два гостя. Это Сергей Бронников и Владимир Порохов, ребята из команды OpenWZ, Виртуоза. Ребят, привет! Привет! Привет, привет! Ну, по традиции, давайте расскажите пару слов о себе. Наверное, давай, Сергей, начнем с тебя. Как ты вообще давно и чем занимаешься в нашем славном айтишном мире? Я в айти-сферу попал достаточно давно, и моя карьера в айти началась в компании Parallels. Я пришел туда тестировщиком, тестировал продукт Parallels Workstation. Это продукт, из которого получился Parallels Desktop for Mac. Потом занимался тестированием, собственно, PDFM. Дальше я руководил тестированием продукта Виртуоза, выпустил три мажорные версии, начиная от первой версии, четвертую, пятую, шестую. И сейчас я занимаюсь опыт-сорс-проектами в компании Виртуоза, в том числе проектом OpenWZ. Я помню еще, знаешь, давным-давно, да, там у тебя блог, который там броневичок, да, если не ошибаюсь, как раз ты там много про тестирование раньше, так сказать, там писал. Это такая, правда, деформация, да, от тестирования не уйдешь, если долго этим временем занимался. Ясно. Ну, хорошо, ладно, сейчас мы еще продолжим. Володь, да, расскажи тоже пару слов о себе. В IT я, наверное, порядка уже 10-12 лет. Да, начинал я свою карьеру к системным администраторам, скорее. Затем работал пресейлом, продакт-менеджером в различных, в основном, международных IT-вендорах. Часть из них занималась виртуализацией. И сейчас я программ-менеджер по проекту Виртуоза и OpenWZ, собственно, в компании Виртуоза. Если перевести на русский, то программ-менеджер – это человек, который отвечает за фичи-сет продукта, какая функциональность будет в продукте внедрена в будущем, как она будет внедрена, как она будет сделана и в какие сроки. Ясно. Слушай, ну, давайте, наверное, начнем издалека, в принципе, вот как бы так, дабы нам потихонечку подобраться непосредственно к проекту, к самому, думаю, некоторым слушателям будет вполне интересно узнать просто про виртуализацию, как вообще вот давно все это дело зародилось, ну, как вот вы со своей стороны это видите, думаете, то есть какие были там предпосылки, какие типы виртуализации бывают, да, потому что, может быть, не все знают, какое оно бывает. Я не знаю, кто там из вас, там, Володь, ты или Сергей, кто там, кому это ближе, кто готов. Окей. Я думаю, что не стоит, наверное, начинать с самого начала, когда еще виртуализацию стал делать IBM на 360-х машинах. Ну да, мы, я думаю, так далеко не полезем, конечно. Да, давайте проговорим о том, что есть сейчас. Сейчас есть два типа, основные два типа виртуализации. Это гипервизорная виртуализация, которая, в основном, наверное, на слуху. Да, есть различные пропоритарные решения для гипервизорной виртуализации, open-source-ные, такие как QVM и Xen. И есть контейнерная технология виртуализации. Контейнерную виртуализацию делаем мы, виртуозы, open-wz. Есть контейнеры LXC, LXD. Есть контейнеры Docker. В чем большая заслуга Docker в том, что Docker, по сути, открыл контейнерную виртуализацию для мира. Если раньше она была уделом, в основном, сервис-провайдеров наших клиентов, то сейчас контейнеры виртуализации и Docker кто только не говорит. Ну да, и мне кажется, вот, как ты думаешь, вот за счет чего, просто за счет удобства инструментария, как бы, либо же вот что-то еще какие-то есть более такие причины? За счет менеджмента контейнеров. Менеджмент, провижнинг, то есть вот эта вот сборка образа контейнера с помощью Docker-файла, удобный менеджмент контейнера с помощью одной утилиты. Наверное, вот это вот все залоги, залог популярности докеровских контейнеров. Да, по большому счету Docker, наверное, не придумал каких-то принципиально новых технологий. Они просто взяли готовое решение по контейнеру виртуализации, которая, собственно, была в ядре в юзер-спейсе, прикрутили к ним менеджмент тулзы, и вот получился Docker. Ну да, просто как бы удобство пользования даже простым программистам, оно, соответственно, принесло свои плоды. Да, но давайте не будем больше про Docker, мы здесь про другое. Да, согласен. Значит, два типа, да, вот виртуализации, как мы поняли, значит. Расскажите, как вообще появился проект OpenWZ, с чего там все начиналось, когда, как он развивался, что с ним происходит, происходило, и что есть сейчас? На самом деле, все началось примерно в 99-м году, когда Александр Тормасов, это такой человек, который занимался наукой в нашей компании, он сформулировал руководителю компании Сергею Белоусову концепцию контейнеров. И Белоусов решил сделать профконцепт продукта, который бы использовал контейнерную виртуализацию. В 2000 году выпустили первую бета-версию, это была Virtuosa 0.1, и даже для нее была контрольная панель. Это первая публичная бета-версия, даже имела каких-то своих клиентов. И в 2000 году, даже нет, в 2000 году тогда же вышел официальный релиз первой версии Virtuosa, и с тех пор началась история этого продукта. Но он тогда еще был полностью закрытый, да, проект, соответственно? Да, он был закрытый, хотя он использовал Linux-ядро. А потом, в 2005 году, компания Swisssoft решила основать проект OpenWZ, и в рамках этого проекта выложить Linux-ядро со своими изменениями для контейнеров под лицензией GNU-GPL. И тогда, в 2005 году, началась история проекта OpenWZ. Им с самого начала занимался Кирилл Колышкин, небезызвестная персона. Ну да, да. Выложили ядро, утилиту, визи-сети, которую с тех пор Кирилл вместе с контрибьюторами пытались развивать, добавлять новые фичи. И потихонечку там что-то начало образовываться, и получилась более-менее такая открытая реализация Linux-овых контейнеров. Слушай, а сразу расскажи, как-то вот, когда вы за OpenSource, какой-то уже интерес у сообщества, ну просто интересно, вот как оно за это время развивалось, то есть сразу как-то появился интерес, либо все же какое-то время заняло, пока народ как-то вот подошел. Ну то есть вот сейчас-то, в нашем, конечно, там в 2016 году, тут какой-нибудь там, не знаю, один твит, вот смотрите, и все, там сразу налетели, все что-то так, а вот как это тогда начиналось, то есть потихонечку, постепенно, или как? Ты знаешь, эти много деталей не смогу рассказать по поводу того, насколько сильный, насколько большой интерес был, но тогда же, в 2005 году, когда проект OpenSource организовали, тогда же открыли список рассылки users-собак OpenSource.org, и тогда уже, ну, у нас архив рассылки до сих пор сохранился, то есть это рассылка рабочая, туда также пользователи пишут, и вот за 2005 год, если посмотреть, тогда уже люди писали и спрашивали, что вот, что у вас за проект там, какие ваши планы, и так далее, то есть интерес, конечно же, был. Понятно. Ну, хорошо, а сейчас, как бы, насколько большое вот сообщество сейчас вокруг проекта уже так, то есть... Интерес, интерес все так же сохраняется, и OpenVZ имеет своих постоянных пользователей, которые привыкли и к фичам, которые есть в OpenVZ, и к управляющим утилитам, к VZKTL, кто-то из них там добавлял какие-то свои опции в VZKTL, и из-за этого, как бы, чувствует удобство об использовании OpenVZ, то есть... Ну, понятно, ладно, мы еще попозже поговорим про фичи. Слушайте, давайте, наверное, расскажите, из чего вообще, ну, как он устроен под капотом OpenVZ, то есть, из каких он там, ну, таких глобальных хотя бы кусков состоит, то есть, ну, мы уже услышали, что, в общем, ему нужно ядро, сейчас, опять-таки, какое-то пропаченное ядро, насколько я понимаю, сейчас уже все, что нужно, есть в ванильном ядре, или нет, или я ошибаюсь? На самом деле, есть почти все, но, ну, в целом, если просто хочется использовать контейнеры на обстримном ядре, то это можно сделать прямо сейчас, но, на самом деле, не весь функционал из VZ kernel добавлен в основную ветку, то есть, различия все-таки есть, мы потихонечку работаем над уменьшением патч-сета, и вот, если сравнивать с предыдущими версиями, ну, то есть, изначально мы базировались на ванильном ядре, то есть, разработка OpenVZ и Virtuos делась на ванильном ядре, потом мы решили из-за стабильности базироваться на ядрах от RedHat. И сейчас у нас есть две стабильные ветки, которые базируются на RedHatских ядрах, это 2.6.18, соответствует ядру Arheal 5, и 2.6.32, которая соответствует ядру Arheal 6. вот если сравнивать патч-сет нашего ядра, который базируется на Arheal 7, с двумя предыдущими ядрами, то относительно 2.6.18 патч-сет сократился на три четверти, а по сравнению с ядром, который базируется на Arheal 6, на две трети. О, слушай, ну, прилично, прилично. В принципе, с такими темпами там через пару релизов уже точно все будет уже не нужен будет патч-сет, короче говоря, я так подозреваю, но хочется в это верить, наверное. Мы к этому вопросу можем вернуться, или я могу прямо сейчас прокомментировать. А по поводу патч-сета я еще могу добавить, что мы в августе 2015 года с Кириллом делали доклад, где пытались рассказать, какая разница есть между вазокернелом и ванильным ядром. И вот там как раз есть график, который показывает, как много патчей мы добавили в ванильное ядро, то есть наша активность в портировании своих патчей. И второй график показывает разницу с предыдущими версиями ядер. И вот там как раз очень наглядно показано, что патч-сет имеет тенденцию уменьшаться. Ну хорошо, мы обязательно потом добавим ссылочки, кому интересно, так сказать, посмотрят все это дело. Я бы хотел еще добавить, что как раз одно из отличий, что до сих пор есть определенные неймспейсы и сегруппы, которых соответственно нет в ванильном ядре, а они как раз составляют ту пресловутую разницу в безопасности между OpenVZ-шными контейнерами и тем же LXC и тем же докером. Понятно, но вот пока их ядро с патч-сетами необходимыми сегруппами, из каких еще компонентов состоит OpenVZ, что туда еще входит? Основные компоненты это ядро и юзерспейс утилиты. На данный момент их две, это утилита VZCTL, которая предоставляет интерфейс пользователя для управления контейнерами и транслирует это все в системные вызовы, которые передает ядру и оно уже создает namespace и выделяет какие-то ресурсы для контейнера и так далее. И утилита P-LOOP, которая занимается управлением P-LOOPных имиджей для контейнеров. Если мы говорим про OpenVZ и Virtuosa 7, которые мы выпускаем как раз сейчас в июле, то там есть еще одна очень важная часть это гиперизированная виртуализация на базе ChemoQVM. То есть если в шестерке мы использовали собственно в OpenVZ 6 гиперизированной виртуализации не было, а в Virtuosa 6 мы использовали свое проприетарное решение, собственно то, которое перекочевало из Parallels Desktop, то в OpenVZ 7 и Virtuosa 7 мы используем ChemoQVM. И теперь гиперизированная виртуализация под тем же зонтиком управления доступна и пользователям OpenVZ. То есть теперь можно какие хочешь. Хочешь так сказать легкие такие лексичные, хочешь собственно паравиртуализации, хочешь, да. Ясно. Все, что я сказал, это больше относится к старой версии OpenVZ, то есть там все было гораздо проще. Был VZTL, который дергал ядро и дальше мы создавали контейнер. Если говорить про OpenVZ 7 и Virtuosa 7, то у них у обоих во-первых архитектура одинаковая, а во-вторых она немножко усложнилась по сравнению с предыдущей версией OpenVZ, там добавился диспатчер, который мы позаимствовали из предыдущей коммерческой версии Virtuosa, VZTL пока остался, который работает через прослойку лип VZTL, добавилась утилита Peril CTL, которая пришла на смену VZTL, и VZTL в следующей наверное версии мы уберем вообще из Virtuosa. Вот. Но это если словесно описывайте архитектуру, потому что лучше посмотреть на картинку и опять же ссылку на картинку проще добавить в Show Notes, потому что так будет наглядеть. Да, нет, ссылку конечно добавим, да. Ну, соответственно, поверх этого всего еще есть же как бы для пользователей это привычный там какой-то веб-интерфейс, консолька, которая позволяет, ну, консолька в смысле не из Shell, а именно такая какая-то графическая, визуальная, да, где можно там все эти контейнеры виртуалочки запускать, настраивать, управлять ими и всякое такое. Это отдельный проект, я так понимаю, ну, как бы рядышком, но отдельный, тем не менее, да. У нас для коммерческого продукта планируется такая полнофункциональная панель, которая называется Virtuoso Automator, она пока в стадии разработки. Для OpenVZ 7, ну, для OpenVZ, который сейчас стейбл, есть большой набор разных панелей, разной степени функциональности, который был написан разными сторонними людьми. То есть, например, один из разработчиков Плеска делал свою версию панели для OpenVZ, до сих пор ее развивает, но там ограниченный набор функциональности. Для OpenVZ 7 мы не делали никакую панель управления, но так как мы интегрировали, написали драйвер для Ливерта, то можно использовать любую веб-панель, которая работает с Ливертом. Я добавлю, что, собственно, что это может быть? Это может быть Virtual Machine Manager, такая известная open-source утилитка для управления изначально KVM, теперь мы добавили в нее поддержку и наших контейнеров, то есть, из Virtual Machine Manager можно как, так сказать, per host, per server управлять контейнерами и виртуальными машинами на базе OpenVZ и Virtuosa. Это графическая утилитка для Linux вполне удобно. И плюс есть, конечно, OpenStack. Теперь OpenStack может интегрироваться с OpenVZ и Virtuosa, и те, кто хочет использовать OpenStack для менеджмента, они также могут это делать. Сейчас я бы назвал эту поддержку а-ля Experimental, но мы ее постоянно развиваем, добавляем функционал, и на OpenVZ.org уже есть статья, как интегрировать OpenStack с Virtuosa. Слушай, интересно, интересно. OpenStack это, соответственно, ну, как это называется, так сказать, такой там... Cloud Management Platform. Да, Cloud Management Platform, думал, как бы это поприличнее это выразится. Соответственно, там управление, какой-то там оркестрация всем этим делом, да, вот менеджмент такой, в том числе и виртуальными машинами, соответственно, правильно я понимаю? Да, конечно. Ясно. Кстати говоря, у нас, по-моему, был один из вопросов в анонсе, знаешь, чем принципиально отличается OpenVZ, ну, как OpenSource проект, да, от Virtuosa, который, ну, коммерческий продукт? Если мы будем сравнивать предыдущую версию Virtuosa, коммерческую, и OpenVZ, то разница, на самом деле, была огромная. То есть, это и разница в архитектуре, и разница в фичи сети, и большие проблемы при апгрейде с OpenVZ на Virtuosa, хотя у нас постоянно появлялись пользователи OpenVZ, которые хотели проапгрейдиться на коммерческую версию, и сталкивались с большим количеством проблем. Ну, вообще странно так немножко, да, как бы со стороны, вроде как, всегда проекты такие рядом, а тут, как бы, ребят, ну, я хочу с бесплатной, на платную, готов даже денежек. Да, да, это была одна из наших ошибок, когда мы развивали коммерческую версию и открытую версию контейнеров параллельно, они, могли, пересекались, и из-за этого вытекали вот такие проблемы. Если мы будем говорить про OpenVZ 7 и Virtuosa 7, то мы максимально сократили эту разницу, и теперь и OpenVZ, и Virtuosa выглядят как полноценный Linux дистрибутив. Разница между коммерческой и бесплатной версией такая, что в инсталляторе отличается тех использовательского соглашения, отличается набор пакетов, которые устанавливаются во время установки. Собственно, сам установщик, то есть отличаются экраны, потому что в коммерческой версии Virtuosa добавлены некоторые экраны, которые устанавливают, добавляют некоторые платные фичи. Отличается документация, ну и, конечно, набор фич, то есть коммерческая версия, она содержит дополнительные фичи, за которые пользователь, клиенты платят, покупая лицензию. Как пример про фич, какой-то там, не знаю, backup, резервирование, что-то из этой серии или какого рода, то есть какая-то там умная маршрутизация, еще что-то, ну как пример приведи. Ну, как пример тут можно сказать, что это, есть у нас такой продукт Virtuosa Storage, это наш вариант Software Defined Storage, то, что называется, распределенная система хранения, которая может ставиться вместе с Virtuosa, то есть мы в одном инсталляторе ставим одновременно и Storage распределенный, создаем кластер и ставим собственно саму виртуализацию, платформу виртуализации. Это, как ты правильно сказал, backup. Если в OpenWZ есть только backup на API, то в Virtuosa есть решение собственно для бэкапа. Плюс в Virtuosa есть такая вещь для контейнеров, например, как PF Cache, это специальный механизм, который позволяет существенно сократить объем оперативной памяти требуемой и количество иопсов на SHD. Ну вот, как пример. Ну, то есть следствие работы PF Cache это увеличение плотности контейнеров на одном физическом сервере. Да, понятно, круто. Полезно, когда... Там много всего, но это такое основное. Как пример, ясно. хорошо, да, я думаю, кому-то стало яснее. Так, ну, давайте, наверное, пойдем потихонечку дальше. У нас, собственно, там много было вопросов, ну и тем, знаешь, это все время пытаются сравнивать там вот Virtuosa с чем-то еще и OpenWZ имеется там вот там действительно с Kubernetes зачем-то, с Docker, с всякими JL-ами, Zones в Solaris, да, но мне кажется, все-таки это немножко разные вещи все же. Ну, то есть, да, вот первые, наверное, вехой там еще до виртуализации были всякие вот эти BSD Jail, да, наверное, вы тоже в курсе, что это такое там, зоны в Solaris, и вот, и потом, мне кажется, это так плавно как раз-таки переросло вот в что-то типа LXC, ну, то есть, как такие контейнеры именно Linux-овые. вы что думаете по этому поводу? Насколько я знаю, BSD Jail, кстати, это была одна из первых реализаций контейнеров, то есть, в BSD контейнеры появились первыми, но непонятно, по каким причинам коммерческого успеха у Jail не последовало. зоны в Solaris, это по сути те же контейнеры, только работающие на Solaris. Я бы еще, да, Да, я бы хотел еще добавить, что, понимаешь, есть очень большая разница между то, что называется технологией, и то, что называется продуктом. Вот технологий контейнерной виртуализации было и остается достаточно много, да, а есть есть продукты. Вот продуктов по контейнерной виртуализации, их совсем немного. Есть те же самые Solaris Zones, которые, понятное дело, активно продвигаются Oracle, там используются в Oracle-овых различных решениях. Есть относительно продукт, как продукт Docker, да, и есть продукт виртуоза. Просто виртуоза это не просто технология, это продукт, который используется с РС-провайдерами, интерпрайз-заказчиками, как OpenVZ-шная версия, так и платная версия. В этом разница. Ну да, я просто, например, помню давным-давно еще тоже, когда эти JL-ы появились в BSD, мы пытались в них запихивать всякие какие-нибудь там демоны, я не знаю, патчи, еще что-нибудь. Ну да, не все так это просто, и, конечно, так сказать, ну если ты админ, ты, конечно, разберешься с этим, но, скажем так, нельзя это назвать таким, как ты, верно заметил, каким-то продуктом удобным, для этого все-таки некая просто технология, но вот как-то оно не доточено для такого простого, удобного использования в повседневной жизни. Наверное, это, конечно, и сыграло, собственно, такую с ними злую шутку, что они очень, не уж и популярны. Ладно, оставим их за кадром. Слушайте, знаешь, расскажите, наверное, Володь, наверное, больше к тебе, как ты, так сказать, что там отвечаешь за, как сказать, планирование фич, и вообще всего, расскажи, как устроен вот процесс разработки над проектом, то есть, как вы планируете, какие фичи вам нужны, то есть, это там сбор, анализ, как вы там дальше все это, аккумулируете, там, разрабатываете, тестируете, когда, там, фичи пленнинг, релиз менеджмент, вот это все, вот, я думаю, это как раз по твоей части, наверное, будет. Да, ну, смотри, мы собираем фидбэк по разным каналам, естественно, да, для пользователей OpenWZ это рассылка, это форум, это наш публичный багтрекер, OpenWZ Jira, для платных кастомеров, это, конечно же, обращение в саппорт, и это некое прямое общение, да, с сейлами, пресейлами, продакт-менеджерами. Соответственно, все эти запросы, они сваливаются в наш бэклог, бэклог новых фич, бэклог задач, и дальше мы их приоритизируем. Ну, как ты понимаешь, мы занимаемся бизнесом, да, поэтому первый приоритет, естественно, получает фичи, которые поступают от наших платных кастомеров, да, чем крупнее кастомеры, чем больше таких запросов, тем больше приоритет у этой фичи. Ну, это понятно, на мой взгляд, это очевидно, да. Это очевидно, да. Вот. Затем, соответственно, мы оцениваем эти задачи с точки зрения разработки, и уже выстраиваем список с учетом значимости этой задачи и стоимости ее. Угу. Соответственно, сейчас мы уже переключились на релиз, на трехмесячный цикл релиза, то есть каждый квартал мы планируем выпускать апдейт для Виртуоза. Угу. То есть у вас такой как бы цикл как бы жизненный, ну, трехмесячные релизы, стабильный, дальше, так сказать, ну, что-то, что не успели, оно попадет в следующее, словно говоря, правильно? Ну, естественно, между релизами происходят различные хотфиксы, если уж что-то сломалось, или что-то не точнее. Да, патчи, понятно, патч-сеты вполне могут быть, если это что-то критичное. Угу. Понятно. Слушай, а много вот вообще большая у вас команда, кто занимается вот этим, так сказать, вообще проектом? Ну, интереснее, конечно, там с точки зрения разработки, ну, и там тестирование, да, так сказать, вот, ну, вот, как бы вообще просто хочется послушать в целом, как устроена команда. Скажем так, команда растущая, как с точки зрения количества девелоперов, тестировщиков, так и с точки зрения количества людей, занимающихся коммерцией, да, поэтому точную цифру не скажу. Ну, понятно, да, что все это так примерно, конечно. У нас разработчиков и QA порядка 80 человек. 80 человек, ух ты, слушай, приличная вообще такая цифра. А они как бы в каких пропорциях? Ну, то есть, разработчиков больше или же примерно по Ору? Ну, это тоже такой интересный момент, я думаю, наверное, что, наверное, Серег, ты как, так сказать, с таким большим бэкграундом в тестировании, можно, так сказать, похолеварить на тему, сколько тестировщиков должно приходиться на одного разработчика, да, вот просто какой у вас отношение? Ну, а сколько я помню, два тестировщика должны приходиться на одного разработчика, это в идеале. Такого нет. У нас, по-моему, никогда такое отношение не соблюдалось, если честно. Мы брали, на самом деле, за счет автоматизации. И качество продукта. Ну, да, но качество продукта, оно же, так сказать, вот это качество, оно, собственно, растет с большим покрытием с большим уровнем автоматизации, тестирования. Вообще у вас как бы сам процесс тестирования, релиза, он как-то автоматизирован, да? То есть у вас там все запускается, на все пишется юнит-тесты, как все это же живет? Нет, написание юнит-тестов не автоматизировано пока, к сожалению. Ну, написание, да. Очень сильно автоматизировано тестирование виртуоза. У нас практически где-то 90% функциональности виртуоза автоматизировано. И где-то человеку два, наверное, ручных тестировщиков. А остальные ребята пишут новые автотесты и поддерживают существующие. И один человек занимается запуском автотестов, обслуживанием тестовых серверов и так далее, обслуживанием сервисов для автоматического тестирования. Ну, это, по сути, как бы вы каждую фичу отдельно тестируете, потом все это вместе, когда сливаете, там, не знаю, в общую ветку все это тестируется, да? Ну, как-то так, как это обычно бывает, в общем-то, наверное. На самом деле, у нас практически нет компонентного тестирования, то есть, мы тестируем целиком как продукт. То есть, у нас каждая сборка, это ну, такая же сборка, как мы делаем для релизной версии. Вот, каждая сборка виртуоза поступает в тестирование и выглядит она так же, как если бы она попала к конечному пользователю. Есть для некоторых компонентов юнит-тесты, есть для некоторых компонентов и юнит-тесты, и функциональные тесты, например, КРИУ. У КРИУ, на самом деле, все очень хорошо с тестированием. Мы недавно писали статью про то, как тестируется КРИУ. Все развесистое, используется даже несколько видов тестирования. У нас больше такое тестирование у виртуоза по сценариям использования, по функциональному тестированию и так далее. Ну, то есть, у вас там сценарий, аля, там, создать контейнер, запустить в нем что-то, там, проверить, что там порты, не знаю, работать. Простетки такие вещи. Я больше говорю, например, про бэкапы. То есть, сделать бэкап, там, под большой нагрузкой, потом сделать инкрементальный бэкап, потом еще один инкрементальный бэкап, убедились, что оно все собралось, что оно собралось, заработало. Ну, понятно. Старт-стоп, это понятно. Старт-стоп – это такие базовые вещи, без которых уже никуда. Эти вещи у нас проверяются в базовом в валидационном тесте, который проходит на каждом билде. Если старт-стоп контейнеры в виртуальной машине не работает, то билд считается невалидным, и он просто в тестирование даже не выпадает. Понятно. Слушай, еще, ну, насколько я понимаю, да, OpenWZ, это именно вот, как бы, как ты сказал, это полноценная, как бы, ISO-шка, ну, то есть готовый образ, да, там, виртуальный, ну, операционный систем. OpenWZ-7. Да. Да. Были вопросы, что, как бы, почему нельзя поставить его как отдельный пакет. Но это, опять-таки, связано там с ядром, что нужно ядро патченное, да, но вот именно, то есть, насколько, почему вы так именно завязаны на всю инфраструктуру, то есть вы что-то в образе, так сказать, еще свое допиливаете, чтобы оно все было, вот, так сказать, идеально отшлифованное работало, то есть как RPM-ку просто OpenWZ поставить, это тяжко, условно говоря. Наверное, я отвечу на этот вопрос, ну, смотри, как я уже говорил, мы делаем продукт, да, и мы, сейчас высокопарно, может быть, немножко скажу, но мы, как вендор, отвечаем за качество нашего продукта, правильно? Ну, в любом случае, да, неважно там он, платный, бесплатный, конечно же. Да, естественно. И мы стараемся обеспечить высокую производительность, стабильность этого продукта, который, по сути, реализует совершенно конкретные задачи. Это контейнерная виртуализация, гипервизор, хранение, оркестрация. При этом, вот, кстати, к предыдущему вопросу, у нас же есть еще отдельно перформанс-тим, да, команды, которые занимаются оптимизацией продукта, чтобы он обеспечивал максимальную плотность, да, с точки зрения размещения контейнеров виртуальных машин и производительность. Специальная команда, вот, которая именно на это нацелена. Как там, чтобы потюнинговать, что-то там зачинить, чтобы плотность и производительность была на максимуме. Поскольку для наших клиентов, которые в основном представляют из себя хостинг, плотность, конечно, один из важнейших показателей. Ну, логично, логично, конечно, да. Вот. И, соответственно, наша задача в продукте, вот, по крайней мере, вот эти два показателя, плюс, конечно, стабильность, вывести на максимум. При этом, смотри, ты же не будешь на сервер, задача которого виртуализация, крутить там 300 каких-нибудь контейнеров пользовательских, ставить базу данных или какой-то аппликейшн-сервер. Не будешь. Ну, да, это как минимум странно. Ну, да, согласен. Тогда и нам совершенно незачем давать нашему продукту совместимость с некими General Topos операционными системами, если в этом случае мы, ну, с нашей стороны, мы должны значительно больше заторачивать усилия на девелопмент и тестирование, а юзкейса при этом особо нет. Ну, да, да, слушай, логично, вполне. Да, отсюда как бы все логично. Ну, да. Причем, да, это просто выглядит таким распылением усилий. Ты, я думаю, не понаслышке знаешь, что все дистрибутивы разные. Нет, ну, это все понятно. Ну, задумаешься, появится куча багов, что на этом дистрибутиве работает, на этом не работает, тут такой-то баг всплыл и так далее. И, учитывая наш предыдущий опыт в поддержке OpenWZ, вряд ли кто-то этим багом будет заниматься, кроме нас. Ну, понятно. Поэтому принято такое решение. Не, ну, как бы, да, все логично. Я еще добавлю комментарий. Давай. На самом деле был опубликован скрипт в рассылке, который позволяет CentOS проапгрейдить до Виртуоза. Некоторые пользователи даже пробовали такую штуку провернуть, у них там что-то получилось, даже там проапгрейдилось, но понятно, что это без каких-либо гарантий. То есть, самый правильный способ это скачать установочный образ и поставить его на голое железо. Ну, понятно, да, логично. То есть, скрипт, он такой, это компромисс. То есть, ну, когда нет других вариантов, не знаю, нельзя поставить установочные образы или так далее. Ну да, но скрипт, насколько я понимаю, просто, условно говоря, просто там чистит, доставляет нужные пакеты, может быть, какие-то конфиги там настраивает. Аккуратии там загрузчик, по-моему, меняет, ну, тюнинг какой-то делает, да. Вроде, ну, это не rocket science, но... Ну, понятно. Слушай, вот вы сказали, что у вас там отдельный performance team, да, которая, ну, отдельная команда, так сказать, инженеров, которые занимаются оптимизацией. Я так понимаю, она вот занимается тем, что там, ну, то есть, берет то, что там навояли программисты, условно говоря, да, запускает это, смотрит там, я не знаю, замеры какие-то делает, то есть, там, какую файловую систему, да, какие там, не знаю, размеры блока, как они там сказываются на производительности. Вот что-то такого плана, да, то есть, она этим занимается, ну, в том числе, скажем так. В общем-то, да, то есть, ребята занимаются тестированием, то есть, мы берем, как, то, что называется, индустриально-стандартные тесты, такие, как Specquirt, такие, как WeConsolidate, плюс тестируем, проводим тесты, на наиболее распространенных приложениях, которые крутятся на OpenWZ и Virtuose, там, с плеск панелью, с различными CMS-системами, и, собственно, меряем, какую плотность и производительность платформа обеспечивает. Соответственно, тюнингуем различные настройки для того, чтобы эту плотность и производительность увеличить. У них огромное количество серверов, на которых все эти тесты прогоняются, одновременно крутятся там десяток тестов, это происходит постоянно к релизу и после релиза, чтобы постоянно что-то улучшать. Ну да, да, слушай, круто. Так, ну что, так, дальше, что там у нас, какие-то еще были вопросы. Я так смотрю, просто мы тут для тех, кто вдруг не в курсе или почему-то не участвовал в задавании вопросов, скажу, что мы, в общем-то, анонсировали этот выпуск некоторое время назад и там на Хабре в комментариях, собственно, к анонсу на сайте подкаста, да, везде нам там на OpenNet ребята задавали вопросы. Ну, наверное, хотя, наверное, чуть-чуть это ложим. Расскажите, вот, что у вас такого нового? Вы все время говорите, что вот сейчас вы публикуете новый релиз, да, собственно говоря, там OpenWZ 7, да, насколько я понимаю. Расскажите, что вот там вы такого нового придумали, чего там, чего там будет интересного? Придумывали. Мы добавили фичи в ядро, ну, то есть, самое важное изменение для ядра это то, что мы перебазировались на ядро из RCL 7. Оно соответствует версии ванильного ядра 3.10. Но так как RedHat добавляет много изменений в свои ядра, то на самом деле это 3.10+. Потому что он бэкпортирует фикс и добавляет новые драйвера из ванильного ядра, какие-то секьюрити фиксы, простите. То есть, это одно из основных изменений. Ну да, дальше, собственно, как мы уже сказали, ядро у нас все еще свое. То есть, оно отличается от ванильного ядра. Если говорить про фичи, то мы стали больше использовать технологии из ванильного ядра. Это и C-группы, и Memory C-группы, и Creo для живой миграции. Использовали технологии KSM, это Kernel Sane Page Merging, технологии депликации памяти, которая способствует увеличению плотности размещения контейнеров и виртуальных машин на сервере. Переработали Memory Management, который, как я уже сказал, базируется на Memory C-группах из ванильного ядра. Теперь у нас нет UBC, с которым было много проблем в настройке. новое поколение менеджера памяти, которое называется VCM-MD, это UserSpace Demo, который из UserSpace управляет лимитами памяти для контейнеров. Использование UserNamesPaces, это namespace из ванильного ядра, то есть в мультипе их добавили. Теперь живая миграция у нас использует CRIO и Pichol, это оба наши проекта. Ну да, CRIO, давайте допомним, что Андрей Вагин приходил в гости, ко мне тоже рассказывал как раз-таки про это дело. Да. За счет переезда на CRIO мы выкинули все патчи из Вазы Керна, которые касались живой миграции. Причем, насколько я знаю, это довольно внушительный такой кусок был. Если сравнивать с предыдущей версией OpenWZ, то CIMFS остался, это одно из пожеланий юзеров OpenWZ было оставить CIMFS. Но CIMFS оставили с ограничениями в нем нет квот. Понятно. А по умолчанию у вас, кстати, файловая система тоже один из вопросов работает на XTFS, на X4 или что там. Именно образ сам. OpenWZ это вот операционка. Где хранятся все контейнеры и вот это все. Файловая система на хосте это X4. Ну и добавлю про новый функционал собственно как мы уже говорили одно из основных нововведений OpenWZ что теперь там есть гиперизированная виртуализация на базе KVM. Ну и собственно если про KVM говорить то мы в процессе добавления KVM в OpenWZ мы в самом stream KVM и KEM добавили больше не скажу точно больше 200 патчей связанных и со стабильностью и различных функционалов нам не хватало и производительность опять то же самое чтобы увеличить к тому же если говорить про VCMMD это на самом деле очень классная штука в чем особенность VCMMD что там есть система плагинов с помощью которых можно подключать различные политики управления памятью то есть например для того чтобы обеспечить максимальную плотность размещения этих же контейнеров виртуальных машин нужна одна политика если вы хотите максимальный перформанс то возможно стоит использовать другую вот это достаточно удобно ну да слушай гибкость добавляет в общем и целом да ну и плюс опять же тот же LibWirt что теперь OpenWZ и виртуоза можно управлять с помощью LibWirt API там пока что с управленными ограничениями естественно но мы будем дальше это развивать как один из основных интерфейсов для управления виртуозой ясно слушай знаешь еще хотел спросить вот как бы да вы сказали что в начале OpenWZ и виртуоза развивались так скажем так параллельно да то есть по сути там ну видимо было только базовые вещи одно там ядро не знаю патчик ядру а вот все что внешне было было немножко по разному расскажи как вот этот процесс скажем так воссоединение некого да происходил с какими вот вы там столкнулись может быть какие-то интересные подробности особенности ну то есть какие задачи приходилось решить чтобы все это опять собрать и вот на единой кодовой базе уже строить собственно говоря продукт на самом деле воссоединение случилось путем потери compatibility с USP с утилитами в OpenVZ вот так понятно то есть отсекли в общем кусок и ребята основной версии вот так в OpenVZ был со своим набором функциональности а VSTL в коммерческой версии был со своим набором функциональности и обратной совместимости не сохранили к сожалению понятно а много интересно вот народу как бы так жаловалось пострадало от того что вот так пришлось то есть переезд что без обратной связи вопрос вопросы были и конкретно я это ну про нарушение обратной совместимости писал во всех анонсах предыдущих версий OpenVZ 7 то есть мы анонсировали выпуск каждой бета-версии OpenVZ ну да удивлялись что обратная совместимость не сохранена но таких прям жалоб не было несмотря на то что я вот смотрел по логам изменений везде стиля в его разработке поучаствовало порядка 200 человек то есть 200 человек прислало разные патчи для всей стиля из OpenVZ ну слушай приличный народу то есть все как-то приняли участие что называется слушай я хотел бы еще прокомментировать по поводу отличия разработки новой версии OpenVZ и Virtuosa в том что мы стали активнее работать с AppStream мы добавили свой драйвер в LibVirt и вся разработка она идет в AppStream то есть у нас есть один может даже уже больше людей которые имеют доступ непосредственно право коммита дерево исходного кода или Virtuosa и все наши изменения попадают сразу туда это Крио который изначально начал работать с AppStream то есть они не копили никакие изменения в нашем ядре и изначально работали с изменениями в ванильном ядре то есть все что им требовалось они отсылали в AppStream это интеграция с AppStream где тоже все изменения попадают в основное дерево вроде все ну что отлично да это хорошо то есть мы учимся на своих ошибках и теперь стараемся не копить изменения да ну и кстати вот по поводу изменений видел там вопрос по поводу привязки к дистрибутиву линукса соответственно Virtuosa 7 основан на нашем собственном дистрибутиве это Virtuosa Linux это Red Hat бейс дистрибутив но с определенными нашими доработками и нашим ядром то есть теперь мы завязаны на него собственно Virtuosa Linux возможно даже будет выпущен как отдельный дистрибутив ну да сейчас как бы там моя там Oracle Enterprise Linux все свои Linux так сказать дистрибутивы тоже я хотел бы еще прокомментировать по поводу Linux на самом деле ядро это не единственное отличие некоторые пакеты наши тоже отличаются от тех которые в CentOS или в Archel это какие-то наши изменения по-моему мы изменяли пакет с Grub делали какие-то исправления это что-то для загрузки я знаю примеры багов когда мы заводили баги для Archela в багзилле RedHata и они отказывались принимать эти изменения и соответственно эти изменения попали в Linux ну понятно я хочу сделать акцент на том что отличие не только в ядре но и в юзерспейс понятно ну хорошо чего в принципе свой образ как бы где все подконтрольно оно всегда ближе и стабильнее работает кстати у нас еще был вопрос как бы вы сейчас ну вот седьмая версия выходит да соответственно знаешь для тех кто там использует шестую вот вопросы там времени там на миграцию и на сколько долго будет поддержка шестой версии но вот такие вопросы были на самом деле мы с датой не определились мы на самом деле заинтересованы в том чтобы люди активно переходили на следующую версию OpenVZ ну логично да поэтому мы старались ну как старались мы постоянно выкладывали новые сборки предрелизные OpenVZ 7 чтобы люди могли пробовать все последние изменения которые мы там сделали каких-то четких сроков мы не выставляем ну примерно просто просто не примерно там год там месяц полгода два даже примерно не могу сказать то есть когда дата будет как-то оговорена мы поймем что нужно как-то ограничиться сроками то я думаю мы просто это отдельно анонсируем то есть в любом случае мы как-то заранее дадим знать что через несколько месяцев там через полгода или год мы перестанем поддерживать OpenVZ ну понятно старой версии я имею ввиду понятно так ну были еще вопросы собственно там по поводу интеграции с OpenStack но мы вроде так немножко обсудили что так сказать вы прям туда так сказать даже все все что нужно сразу коммитить и в общем оно есть и дальше планируется только его развитие и более плотная как бы интеграция давайте наверное пробежимся немножко по вопросам таким каким-то они большей частью технические были да которые народ спрашивал ну вот с чем мы тут начнем какие-то интересный вопрос знаешь по поводу по поводу того что вот OpenVZ пытались как можно больше внести изменений в мейнстрим ядра вот а сейчас как бы вроде как мейнстрим это там LXC про который все говорят и вопрос типа не проще ли развивать его и переключиться на него собственно такой немножко что вы по этому поводу думаете ну опять же пока Сергей придумывает ответ технический да я напомню про ну поскольку я называюсь кругоменеджер я вынужден иногда вносить такие поправки что опять же LXC не продукт да 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 это всего лишь технология окей да а OpenVZ и Virtuos это продукт и как вот мы говорили что там есть большое количество доработок которых нет в AppStream нет в LXC и в какую сторону лучше развиваться то есть нам получать свой продукт получается и выставлять себе палки в колеса или наоборот тут знаешь да с этой точки зрения я с тобой полностью согласен тут скорее знаешь интересно просто подискутировать на тему того что вот ну по сути некие параллельные технологии ну в смысле про одно и то же да но вот всегда в такой момент думаешь ну блин а почему бы взять все одно Open Source там ну в каком-то виде в другой Open Source может быть как-то объединить усилия сделать что-то одно но там еще раз в разы лучше чем вот несколько технологий в параллели хотя конечно на это знаешь сразу приходит в голову там анекдот про 15 стандартов типа давайте объединимся и сделаем один правильный и стало 16 вот может быть это про это поэтому просто интересно как бы ваше так сказать скорее это просто постановка вопроса она какая-то немного неправильная то есть с точки зрения технологий да наверное проще объединиться и сделать что-то одно и будет мир во всем мире но надо все-таки понимать что наша основная цель это удовлетворение потребностей наших клиентов вот развитие контейнерных технологий это скорее средство для достижения целей ну да то что мы делаем продукт который содержит тот набор функциональности за который клиенты готовы нам платить деньги и мы оказываем поддержку для этого продукта алексии это всего лишь технология которую насколько я знаю пока никто не смог продать у каноников какие-то были попытки монетизировать алексии но они пока безуспешны а виртуозы это чуть ли не единственный коммерческий успешный продукт в сфере виртуализации на операционных системах линукс и виндос ну то есть у докера тоже сейчас есть активные попытки монетизироваться и окупить там инвестиции в их компанию ну посмотрим что из этого получится ну посмотрим посмотрим да я тоже так слежу вот даже они там сейчас да все это дело тоже в начале у них была такая сборная солянка все в одном сейчас они активно все это разделили вот этот докер сварм да там сварм кит или как он там для оркестрации все так или иначе движутся где-то ну примерно в одном направлении да но может быть так сказать своими путями своими дорогами в любом случае какая-то конкуренция это всегда хорошо Понятное дело, в общем-то, где-то только так может появиться что-то лучшее, где-то что-то увидит, подзаимствует, поймет, может быть, как-то получится на чужих ошибках, что, в общем-то, полезная штука, нежели каждый раз наступать самому на грабли, на своей, вот, поэтому, мне кажется, это все хорошо, в правильную сторону движемся. Так, ну, что у нас еще там было из вопросов, ну, какие там всякие технические, я не знаю, насколько, так сказать, там, вот, там, все почему-то спрашивают, там, про ZFS, почему X4, какие-то такие более технические, не знаю, ну, если в двух словах, может быть, что-то про это тоже скажете, вот, народ интересуется, я так понимаю, на ZFS, чтобы с квотами можно было, уже настроенными на ZFS, да, все это дело, так сказать, ставить контейнеры и рулить. Володя, вот, в ответе на один из вопросов, рассказывал, как мы планируем наши фичи для виртуоза, и я вот хотел бы добавить в свой комментарий, что они собирают какие-то пожелания от платных кастомеров, но мы также проводим опросы среди пользователей OpenWZ, и чтобы понять, какие-то их пожелания, к развитию OpenWZ, прошлой весной мы проводили опрос, с целью узнать, что пользователи OpenWZ хотели бы видеть в следующих версиях, вот, и одно из пожеланий, это была поддержка ZFS, в новой версии OpenWZ мы так и не поддержали ZFS, но зато мы интегрировались с Либертом, у которого есть поддержка ZFS, то есть при желании и при наличии времени, наверное, можно добавить поддержку ZFS в OpenWZ и использовать, но это, опять же, на свой страх и риск. Понятно, кстати... Но потенциально интегрировать можно. Ну, добавлю еще такую вещь, что в разделе интеграции с OpenStack'ом в Либерте есть такая же технология, как StoragePools, да, и вот в разрезе интеграции с OpenStack'ом мы уже добавили в Либертовский StoragePool поддержку пилубов, мы уже добавили туда поддержку Virtuoso Storage, нашего распределенного сториджа, о котором мы говорили раньше, и, возможно, в будущем через инструмент StoragePools, через OpenStack мы будем поддерживать все те сториджи, которые сейчас поддерживаются в OpenStack'е, которые поддерживаются в Синдере, в Глансе и так далее. Ну, хорошо. Это как раз путь вот OpenSource, взять OpenSource технологии и строить свою поддержку на базе нее. Ну, да, да, да. Слушайте, а что вы думаете вот про SDN, который Software Defined Networks, да, вот сейчас там как бы была волна вот это, значит, просто всякие VDS-ки, VPS-ки, да, но вот следующий, мне кажется, такой виток – это вот, что Software Defined Networks, когда все тут виртуализировать именно саму сеть, да, то есть это вот как бы взаимодействие такое. Что вы про это по поводу думаете? Здесь, с нашей точки зрения, у SDN есть вполне определенный юскейс, да, как модель использования, да, сценарий использования. Есть традиционный рынок VPS, виртуальных приватных серверов, да, которые, наверное, оставляют, заставляют сейчас основу рынка хостинга. И есть рынок виртуал-дата-центра, VDC, да, отличие в том, что в случае VPS ты платишь за ресурсы для конкретного виртуального сервера на базе контейнера, виртуальной машины, неважно. В случае виртуального дата-центра ты платишь за некий блок ресурсов, процессорных, памяти, места на системе хранения, IOPS-ов, неважно. И на базе этих ресурсов, за которые ты уже заплатил, ты развертываешь свои собственные контейнеры и виртуальные машины, да. И в случае виртуального дата-центра нужен SDN, потому что ты хочешь управлять вот этой своей внутренней сетью, ее подключением к внешнему миру, к внешним сетям самостоятельно. Независимо от того, где там сколько рядом виртуальных дата-центров крутится. Да, независимо от сети провайдера, независимо от абсолютно других, в своем виртуальном дата-центре нарезать кучу своих каких-то приватных сетей, пробрасывать наружу это все через собственноручно настроенный NAT, крутить различные сейлисты, фэрволы, балансировщики нагрузки и так далее. И это вот основной юзкейс для SDN в нашем применении, в нашем применении в отношении хостинга. И вот этот юзкейс мы будем поддерживать через OpenStack. То есть в OpenStack есть SDN, мы поддерживаем OpenStack. Вот, пожалуйста, SDN. Плюс, на самом деле, есть еще некоторые партнерские решения наши, которые сейчас интегрируются с виртуозой, которые в своем составе также имеют SDN. Понятно. Слушай, а расскажи, в принципе, какие у вас точки интеграции с OpenStack? Ну, то есть вот там SDN, оркестрация, то есть OpenStack-овская, да? Вот были вопросы там и про интеграцию с OpenStack, кубернета, с интеграцией. Вот мы уже за сегодняшний подкаст там не раз упоминали, что все можно через OpenStack подцепить, через Storage Pool. Ну, вот какие функциональные возможности у вас есть с точки зрения интеграции? Соответственно, что мы сейчас поддерживаем? Сразу скажу, что проект интеграции виртуоза и OpenStack, он в разработке. То есть это очень активный проект, не все еще сделано, будет сделано и нужно сделать еще очень много. Сейчас поддерживается управление виртуозой как контейнерами, так и виртуальными машинами через OpenStack. Можно, например, на базе серверов с виртуозой развернуть компоненты OpenStack, как контроллер-ноды, нетворк-ноды, компьют-ноды. И, соответственно, в OpenStack у вас появится возможность создавать виртуальные машины на базе виртуозовского KVM и контейнеры на базе виртуозы. Плюс поддерживается виртуозу Storage. То есть в Синдере можно создавать вольюмы на базе виртуозу Storage. Можно хранить имиджи в таком компоненте, как Glance, опять же, на базе виртуозу Storage. И можно использовать виртуозу Storage как так называемый эфемерал Storage для дисков виртуальных машин и контейнеров. Ну и плюс все эти компоненты оркестрации, которые есть в OpenStack, они, в принципе, тоже поддерживаются, потому что они не требуют каких-то доработок с нашей стороны в общем виде. Ну, понятно, да. Ну, естественно, SDN. Так, ну, я тут пытаюсь смотреть просто, да, в параллели, что там еще какие-то интересные есть вопросы. Так, вы тоже можете там, если вдруг какие-то вам близки, то на них что-нибудь ответить. Ну, народ там спрашивает про, когда будет поддержка BSD с многими вопросительными знаками, но я думаю, ответ тут, в общем-то, очевиден, что если кто-то готов взять и запилить, то, наверное, она появится. А вот так просто сходу, конечно. У меня есть, я на самом деле просто этот вопрос не понял, у меня есть два варианта ответа на этот вопрос. Не, ну, как гостевая, наверное, уже она есть, да, окей, наверное. Как гостевая, да, ОС. Когда у нас был свой гипервизор, параллел с гипервизор, то поддержка BSD была. Она, правда, была неползноценная, потому что в ней не было поддержки гостевых тулзов. Но что все BSD, OpenBSD, нет BSD работали вполне застойно. В том гипервизоре, который есть виртуоза, ее подвозят 7, который базируется на QVM и QM, поддержка BSD всех трех также присутствует. Причем там, по-моему, и гостевые тулзы работают, потому что гостевые тулзы вертуожные. Это если вопрос касался гостевой поддержки BSD. Ну да, если как бы непосредственно... Если я спросил про поддержку наших контейнеров на BSD, то у нас давно-давно был коммерческий проект по реализации контейнеров для FreeBSD. Но в какой-то момент мы поняли экономическую незалисообразность этого проекта и его закрыли. Понятно. Ну как бы да, это тут уже очевидно было. Если вопросов... Да, если вопросов... Пока ты там смотришь вопросы, я всегда могу попродавать виртуозу. И это интересно хотя бы в плане того, чем отличается продукт от технологии. Так что, например, в виртуозе мы сделали поддержку такой технологии, как Кипач. У Рудхата есть Кипач. Это технология, которая позволяет обновлять ядро Linux без перезагрузки. Но Кипач требует... Кипач это просто технология утилитка, которая позволяет тебе это ядро поменять. На основе того патча, который ты должен туда подложить. Соответственно, этот патч кто-то должен сделать и протестировать. Что он тебе там ничего не сломает, собственно. Ну да. Так вот, мы на основе Кипач сделали такой сервис, который мы назвали Ready Kernel. Так вот, Ready Kernel состоит из наших услуг по созданию этих патчей, по проверке этих патчей и доставке их вам на сервер. И, собственно, Кипачи, как утилитки, которые этот патч, собственно, сможет применить. Тоже достаточно интересная штука. Еще что интересного мы добавили в виртуозу. Например, KVM никогда особо не ориентировался на Windows. KVM – это штука для Linux. Но поскольку среди наших кастомеров есть много людей, которые хотят также запускать Windows внутри виртуальных машин, то нам пришлось доработать KVM так, чтобы он хорошо работал с Windows. Например, мы сделали gestools, гостевые утилиты для Windows. – Ну, это, как обычно, бывают свои драйвера, которые туда ставят для виртуальных интерфейсов и всего этого. – Да, да, да. – Да, так что Windows теперь работает на базе виртуоза практически так же быстро и хорошо, как он работал бы на том же Hyper-V. – Ну, да, хорошо. Слушай, а вот все ты это рассказываешь, оно это только виртуоза есть или, так сказать, в OpenWZ тоже есть поддержка картейнеров и винды и всего этого тоже? – Поддержка винды в гипервизоре, который есть в OpenWZ, также есть. Как мы говорили, что, собственно, по сути, большинство патчей, если не все, которые мы делаем для KVM, мы делаем их в AppStream. Поэтому все эти усовершенствования есть и там. Единственное, что gestools'ов, может быть, нет. Это да. Но усовершенствование KVM'а они есть, конечно. – Ну, хорошо, да. Ну, gestools'ы – это все-таки, конечно, полезная штука. Да, вот, даже там на десктопе, вот там в Parallels, там, да, в десктопе, всегда там Linux, он тебе говорит, там, и IP-шничек, и 5-10, или там в ESXi. Удобно извне управлять виртуалками, конечно, без gestools тяжко немножко, так сказать. Оно работает, но некоторые, так сказать, плюшки, они дают все же. Но, с другой стороны, повод. Хочешь плюшки, то тут как бы будь любезен. Обычное дело. – Да, слушай, а как-то вот мы говорили, да, что, так сказать, есть там веб-интерфейсы всякие какие-то, которые развиваются сторонними, там, так сказать, сторонние проекты. Помнится, даже был вопрос, что-то я вообще сейчас не могу найти, но, кажется, был вопрос, знаешь, про Proxmox, наверное, я думаю, вам известен такой проектик это. Вот, что вроде как он отказался, да, от поддержки OpenWZ, ну и вообще, в принципе, вот с точки зрения развития именно какого-то там, именно развития вами, я имею в виду, какого-то проекта по веб-интерфейсу, чтобы оно как-то было именно вам под контролем. Не просто со стороны там кто-то что-то делает, типа, вот, ребята, пользуйтесь. Такой родной, что называется, как часть именно проекта там OpenWZ, ничего такого не планируете сделать? Ну, то есть, есть виртуоза, да, которая там есть, как бы, платная, ну, в смысле, да, такой коммерческий продукт, я имею в виду для OpenWZ что-то такого плана. Отдельно для OpenWZ никакой панели пока не планируется, то есть, пока предлагается использовать те панели, которые интегрированы с LiveWirt. А относительно вопроса Proxmox, да, действительно, с четвертой версии они отказались от поддержки OpenWZ, и вместо контейнеров на базе OpenWZ используют Elixir. Как бы, это следствие того, что мы в 2013 году были слишком сильно увлечены разработкой новой версии виртуоза, из-за этого затянули переезд на новое археал 7 ядро, которое к тому моменту уже вышло. Мы никак не анонсировали свои планы, из-за этого сообщество и разработчики Proxmox, они были в таком небольшом неведении, и все чаще стали появляться слухи о том, что проект OpenWZ умер. Хотя мы продолжали выпускать обновления для ядра в OpenWZ. Понятно. Вот, и вследствие этого часть пользователей перешла на использование Elixir, и в том числе разработчики Proxmox решили использовать Elixir как часть своего продукта. Понятно, да, упустили, не упустили. Я думаю, нам будет это уроком, да. Когда мы стартовали разработку OpenWZ и виртуоза 7 на ядре археал 7, было уже на самом деле поздно. Я потому что списывался с Дитмором, это один из разработчиков, ну, разработчиков, по-моему. Их там два брата, которые основали компанию Proxmox. Я с Дитмором списывался тогда. Мы говорили о том, о перспективах использования Elixir в их продукте. Но, на самом деле, было уже поздно, потому что они переехали на Elixir, уже частично оттестировали Proxmox и были готовы выпустить новый релиз. Ну, как бы да, логично. Ну, несмотря на это, у них тоже не все гладко было с переездом на Elixir. Просто я заходил к ним на форум потом. И для пользователей тоже это вызвало много неудобств. Понятно. Ну, да, как бы не все бывает, так сказать, прозрачно. Всегда есть какие-то трудности. Ясно. Слушай, а вот, значит, ну, LibWirt, да, мы говорим, да. А вот тут еще тоже был вопрос про Overt. Вот, может быть, вы в двух словах расскажете, чем он отличается, LibWirt, а вот Overt и вообще про что это. Я, например, тоже как-то смутно себе представляю, но, видимо, нам стоит ответить. Это про разное, на самом деле. Вот. Да. Я не специалист по Вирту, но Overt это решение, open-source решение, которое позволяет управлять виртуальными машинами на базе QVM. Стоит оно из, собственно, QVM, не знаю уж, насколько доработанного, нет. И утилиты, графические утилиты по управлению этим QVM. Собственно, в неком приближении Overt это open-source версия того, что называется Red Hat Enterprise Virtualization. Естественно, Red Hat Enterprise Virtualization имеет определенный количественный доработок по сравнению с Overt. Но, в принципе, это очень похоже. Понятно. Ну, хорошо. Ну и думаю, что Overt управляет QVM через LibWirt. Понятно. Ладно, хорошо, оставим это для потом каких-нибудь подробностей. Если что, там будут вопросы, где-нибудь ответим в комментариях. Ну, тут были всякие вопросы, там, да, про X4, ZFS, мы вроде как все это ответили, всякое такое. Мне интересно, знаешь, наверное, такие вот общие вопросы. Что вы, в принципе, думаете, вот куда движется вообще мир виртуализации? Ну, то есть, вот появилось, да, стало понимание, что там просто на hardware, на железках запускать там по одной операционке, это, конечно, может быть полезно там, ну, каким-то высоконагруженным таким проектам, да. Но в большинстве, как бы, всем достаточно каких-то там виртуалок. То есть, можно сэкономить на железе. И вот, значит, за счет виртуализации, да, получить большую, так сказать, плотность каких-то виртуалов, которые решают там разные задачи. Ну, дальше, собственно, это вот там какой-то, вот сейчас все идет в облака, да, вот. Ну, просто какие-то мысли интересно послушать ваши на то, куда движутся вот эти все облака и куда. То есть, все действительно будет так, вот прямо идет в виртуализацию, все станет виртуально, там, и сервисы, и все-все-все. Или вот все же, как вы, что вы думаете по этому поводу? Куда вообще весь этот мир движется? Ну, я постараюсь ответить. Мне кажется, что в ответах на такие вопросы, прежде всего, можно основываться только на своем собственном опыте. Ну, да, я поэтому, мне поэтому интересно просто, как бы, вот вы с точки зрения разработчиков проекта по виртуализации, да, вы же все-таки, так сказать, в этой сфере, там, и следите за другими проектами, сами развиваете. Поэтому вот интересно, как бы, ваши мысли. Понятно, что это там не факт, что оно так и будет, и, может быть, мы вообще все ошибаемся, и завтра все будем в пещерах жить, в общем. Но не в этом суть, вот просто ваше мнение, ощущение интересно послушать. Смотри, я думаю, что есть большое количество use-кейсов, да. Например, никогда никто не будет запускать какую-то супер-высоконагруженную базу данных Oracle в виртуальных машинах. Это просто незачем делать, потому что на каком-нибудь большом стапроцессорном сервере он получит максимальную производительность, native-производительность этого железа. И виртуальные машины, контейнеры, или что бы то ни было, ему здесь никак не помогут. Такие use-кейсы всегда есть, они останутся и будут жить еще очень долго. Есть use-кейсы для того же докера. Вот, например, был, по-моему, вопрос, чем отличается принципиально докер или use-кейс докера от use-кейса виртуоза. Докер – это так называемые аппликейшн-контейнеры, когда у нас один контейнер соответствует одному приложению. Микросервисная архитектура. Один контейнер – одно приложение. Если мы хотим сформировать некое, то, что называется, мультилейер, многоуровневое приложение, то мы запускаем много докер-контейнеров. Если мы хотим… Дальше ломаем боль, так сказать, голову, как все их связать между собой, чтобы все это как-то было аккуратно и красиво. Да, да, именно так. Use-кейс для контейнеров виртуоза – это так называемый систем контейнера. Когда ты на базе одного контейнера можешь запускать много приложений. И база данных, и аппликейшн-серва, веб-сервер, все что угодно. В одном контейнере. То есть, систем контейнера – это тот же самый привычный Linux, в который можно вставить любое необходимое тебе приложение. Ну да. Вот. И по-прежнему остаются виртуальные машины. Есть, опять же, приложения, которые… Да, есть приложения, которые, например, в контейнерах не заработают. Есть там определенные технические тонкости, из-за которых это происходит. И если мы хотим их виртуализовать, нам нужны виртуальные машины. Есть момент изоляции тех же докер-контейнеров. Существует мнение, что докер-контейнеры недостаточно изолированы. Поэтому, если мы хотим обеспечить некую максимальную безопасность, и у нас на ноде работают контейнеры разных пользователей или разных приложений, то мы можем поместить эти докер-контейнеры в виртуальные машины. И тогда эти докер-контейнеры будут максимально полны, изолированы друг от друга. Не придерешься. Ну да, но это как бы накладывает дополнительный вот этот слой, еще один там виртуализации. Пусть там он тонкий и небольшой, но тем не менее, да, то есть такой наслаивается одно на другое получается. Да, будет небольшой оверхед, но зато мы получим прям железную безопасность. Хотя это тоже есть тут определенные вопросы. Поэтому для всех технологий есть свои юзкейсы. Не думаю, что какая-то из технологий в ближайшем времени прям уж так явно вырвется вперед. Понятно. Сергей, ты что думаешь по этому поводу? Сейчас, на самом деле, вот из-за взрывной популярности, которую принес докер в сферу контейнеров, появилось очень много компаний, которые работают и над контейнерами, и над провиженным контейнерами, и менеджмент тулзами, и прочим. И каждый день появляются какие-то новые технологии для виртуализации, для контейнеров. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас очень сложно какие-то прогнозы строить. Но я думаю, во прошедшее некоторое время мы увидим, во что все это выльется. Надо брать лучшее из всех миров. Например, в докер-контейнерах изначально была проблема с так называемыми stateful приложениями. Потому что докер изначально ориентировал на stateful архитектуру, когда мы внутри контейнера никаких постоянных данных не храним. Ну да. И, соответственно, возникал вопрос, а как, собственно, запускать в докере те же самые базы данных, которым, очевидно, нужно некое место, где постоянно хранить эту базу. Ну да. И стали появляться решения, которые позволяют к докеровским контейнерам подключать внешние постоянные диски, persistent volumes. И в том числе мы, зная эту потребность, зная этот тренд, для своего виртуоза-сторожа сделали storage provider. Так в докере это называется, storage provider, который позволяет на базе виртуоза-сторожа создавать эти persistent volumes, подключать их к докерским контейнерам. И если ты эти контейнеры будешь перезапускать, удалять, создавать, перемещать на другие ноды, этот persistent volume, эти постоянные данные всегда останутся с ним. Это вот такое совмещение лучших технологий из разных решений. Ну да, здорово. Слушайте, ну, наверное, мы так потихонечку подходим к концу. Наверное, стоит рассказать, может быть, какие-то у вас ближайшие планы, там, на ближайшее будущее вообще в плане развития проекта там OpenVS, виртуоза, куда вы движетесь, чего, может быть, в будущем там планируете сделать интересного? План минимум мы выполнили. Мы слили с точки зрения технологий два этих проекта, OpenVS и виртуоза. Теперь есть возможность легкой миграции с OpenVS на виртуоза. Развитие дальнейшее. А, естественно, тут ничего нового не придумаем. Добавление новых фич, как в OpenVS, так и в саму виртуозу. Это расширение экосистемы. Мы делаем интеграцию с липвиртом, мы делаем интеграцию с OpenStack. Есть большое количество партнерских решений, с которыми мы постепенно добавляем интеграцию для виртуоза седьмой. Как-то так. Ну, понятно, да. Все ясно. На самом деле осталось немножко вопросов таких больше технических. То есть люди спрашивали про ZRAM, ZSWAP. Я могу просто пробежаться по этим вопросам. И хотя бы кратенько ответить. Ну, давай, да. А то как бы мы собирали вопросы и не оставили без ответов. Нехорошо будет. Тогда тебе слово. Так, когда уже все, что нужно будет в ядре, чтобы все работало в коробке, это мы ответили. То есть, если хочется просто контейнеры, то это Алексей. И сейчас уже в любом дистрибуте есть. Будет ли через 3-4 года, когда выйдет RCL 8, очередная версия OpenWZ 8? Или к тому времени OpenWZ уже не нужны будут почины ядро? Да, когда будет RCL 8, я думаю, мы не повторим ту же ошибку и сразу начнем переезд на новое ядро. Какие сейчас делаются движения? Делаются ли какие перспективы, чтобы полностью поддерживать весь функционер OpenWZ на современных ядрах без привязки в RCL 7? Ну, то есть, частично на этот вопрос уже ответили, я еще раз на него отвечу. Virtuose 7 по сравнению с OpenWZ 6 полностью приписали управление памятью. За основу мы брали Mainstream MemoryC Groups. Причем в Mainstream мы сильно допилили MemoryC Groups, чтобы там была функциональность, которая нужна именно нам. мы используем те NMSPACE, теперь мы используем NMSPACE, и теперь стало возможным убрать большую часть нашего кода для виртуализации. У нас была своя реализация интерфейса в ИТХ, и теперь мы его заменили на Mainstream. И все на самом деле циклично. Сначала мы пишем то, что нужно нам, здесь и сейчас, создаем свою версию продукта. В процессе стараемся говорить с Mainstream как-то с ними коммуницировать, чтобы найти какой-то компромисс в реализации нужной нам функциональности. Но этот процесс долгий, поэтому в результате почти всегда получается, что сначала мы пишем код, который берем себе в продукт, а потом уже полностью понимая требуемую функциональность, начинаем работать с Mainstream, чтобы там была, появилась аналогичная функциональность, чтобы на следующей итерации мы смогли уже выбросить наш код и реализовать ту же функциональность продукта с использованием кода Mainstream. Ну, понятно. Что с поддержкой современного железа? Собственно, переход на новое ядро дал нам возможность поддерживать. уже, пожалуйста, тут все без 2.6 уже ушли. И у нас такая позиция, что относительно драйверов мы ничего в наших ядрах не меняем. То есть, вся поддержка нового железа, которое появляется в ядрах для Arheal, она появляется и в наших ядрах. Ну, понятно. А что с поддержкой ZRAM и ZSWAP? На самом деле ZRAM это бэкэнд для ZSWAP. Если его поддерживает Arheal 7, то его можно, в принципе, использовать и Virtuosa 7. Только у нас будет включить T-SWAP через опции ядра. А T-SWAP это наша реализация хранения SWAP пер-контейнер, Важно, что T-Cache пытается честно распределяться между контейнерами. Популярный вопрос насчет интеграции OpenWZ и C-Linux. На самом деле C-Linux на OpenWZ 6 не поддерживался. Нам приходилось по-своему виртуализовать виртуализовывать capabilities и наша поддержка частично пересекалась с мейнстримами. И проект с E-Linux был не совсем в курсе наших переделок. Сейчас у нас в ядре Virtuosa 7 опции с E-Linux выключены. Но это скорее всего по историческим причинам, потому что теперь контейнеры используют юзерные спейсы. поэтому в наших собственных capabilities нет необходимости. Поэтому возможно можно будет включить опции и это должно заработать. То есть нужно пробовать. Ясно. в контейнерах E-Linux скорее всего не будет работать, потому что если Linux не виртуализован, он не понимает namespace, на базе которых работает контейнер. работает ли OpenVZ для ARM платформ. На самом деле мы поддерживаем только единственную платформу, это X664. У нас были успешные попытки портирования ядра OpenVZ на архитектуру ARM в 2008 году. На Spark еще портировали в 2006 году и PPC. Но дальше портирования дело не пошло, потому что нужно не только спортировать, но и поддерживать новые версии ядра на новой архитектуре. Все живут на Linux E86 и понятно, что нет смысла просто разбрасываться силами. У нас такой потребности нету, поэтому планируется ли поддержка технологии Mac VLAN и IP VLAN для OpenVZ? Мы на самом деле смотрим на эти технологии и в перспективе мы можем заменить мейнстримную реализацию VTH с помощью MacVLAN и IPVLAN. Возможно даже в этой версии, то есть в семерке. Хорошо. Есть возможность использовать аналог VINET-интерфейса в Linux в контейнерах. На самом деле насколько я понимаю тут вопрос больше про Elixi, то есть можно ли VINET использовать на ванильных контейнерах. В VINET-интерфейс не добавлен в ванильное ядро, ни у кого не было интереса спортировать поддержку VINET-а из вазокернала в ванилу. Поэтому если у кого-то будет интерес, то в принципе можно это сделать. Тем более, что код нашего ядра полностью открыт. То есть на данный момент такой возможности нет. Ага. Бакпортировано или все-все-все для NFME? Мы специально этим не занимались, поэтому поддержка только на том уровне, который есть в VINET-е. Остается ли CMFS и будет ли поддерживаться дальше? CMFS контейнер виртуоза в VINET-7 создать сейчас можно. Поддержки код сейчас не первого уровня, то есть общая кода на весь контейнер не второго. Это квота пер-юзер внутри контейнера. Квота первого уровня сделается достаточно легко. Есть ядерные патчи в рассылке и патчи на Earspace от автора. Все, что нужно сделать, это взять эти патчи, спортировать на текущее ядро патчи для ядра Earspace, проверить, что это все работает и прислать в рассылку левилсобаку OpenVZ.org, если вы хотите, чтобы это попало на OpenVZ-7. про ZFS мы прокомментировали. Ну, вроде бы так основные все, если там уж какие-то совсем парочку забыли, я думаю, мы всегда там можем потом еще народ спросит, напомнит, и мы в комментариях тогда уже да, мы что-то в комментариях, если что-то забыли. Да, лучше, так сказать, не обессудьте, мы, честно, кажется, на большую часть ответили. Ну, в заключении выпуска, если есть что-то, каких-нибудь пару интересных мыслей для наших слушателей высказать, то давайте. У меня пожелание, может быть, только одно, чтобы юзеры, пользователи OpenVZ были более проактивны, чтобы проще было с ними взаимодействовать, потому что иногда хочешь получить какой-то фидбэк от пользователей и этот фидбэк достается большим трудом. Ну да, это вот обычная проблема, что в OpenSource это как-то так тяжко выцеплять какую-то обратную связь, даже вот, кстати, это относится и к подкасту, поэтому, товарищи, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте ваши там замечания, предложения, пожелания, это всегда очень важно и как бы всегда хочется какой-то получать, насколько что не понравилось, какие-то замечания, чтобы сделать в конечном итоге проект еще лучше. Володь, ты что-нибудь скажешь до последок? Ну, что я могу сказать? Читайте книги, больше гуляйте на свежем воздухе, слава богу, есть Ингресс и Покемон Гоу, и покупайте Виртуозу. Ну, отлично, давайте тогда на этой позитивной ноте закончим выпуск. Ребят, спасибо, что пришли, было интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже, и мы ответили на большую часть вопросов. Вот, и до новых встреч, пока-пока. Костя, спасибо, пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова